Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос дня». Меня зовут Наталья Данина. Гость в нашей студии сегодня Наталья Валентиновна Ржевская, главный врач Республиканского перинатального центра. Наталья Валентиновна, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Большое вам спасибо, что вы согласились к нам прийти в это время, столь сложное для вас, для многих жителей нашей республики. Ну и понятно, что обсуждать мы сегодня будем такую очень узкую тему. Расскажите, пожалуйста, Наталья Валентиновна, у нас в статистике в Хакасии много ли заболевших, конечно же, коронавирусом, только о нем сегодня говорим, беременных женщин? К сожалению, беременные женщины болеют столь же часто, как и все остальное население. И статистика эта зависит от периода течения эпидемиологического процесса, так скажем. Вот сейчас вы знаете, что волна очередная, и, соответственно, количество заболевших беременных также возросло. В общем-то, зависит это количество тоже от статистики, от непосредственной, ну так скажем, доли беременных женщин среди всего населения. Ну вот в республике Хакасия на сегодняшний день на учете в связи с беременностью состоит 2686 женщин. Ну вот посчитайте, у нас население в республике, сколько там, 570, наверное, тысяч, да? Ну это порядка полпроцента. Ну и, собственно, в заболеваемости, в статистике примерно так же эти данные, эта доля и идет. Ну и, наверное, более актуально все-таки говорить не о доли заболевших беременных среди всего населения, а о тех рисках, которые имеют именно беременные женщины как группа высокого риска по неблагоприятным исходам. Ну, что мы, в общем-то, и в Российской Федерации на сегодняшний день видим. Ну и, к сожалению, республику Хакасия это тоже не миновало. Случаи гибели женщин, ну в послеродовом уже периоде, вот новой коронавирусной инфекции имеются. Наталья Валентиновна, скажите, пожалуйста, ну вот сразу же такой вопрос, да? Я думаю, что он телезрителям тоже будет интересен. Эти женщины, они были привиты? Они получили вакцину? К сожалению, нет. Ну, на тот момент еще и не прививали беременных, да? В отличие от сегодняшнего периода. Вот сегодня получают девушки, женщины, которые ждут ребенка, вакцину. Насколько это безопасно и как это нужно сделать? Давайте вот к этому перейдем. Ну, начнем также, наверное, со статистики. Я думаю, очень многих как раз интересуют цифры. Вот на сегодняшний день в Российской Федерации в целом уже привито во время беременности порядка 8 тысяч женщин. Это, конечно, цифра небольшая, учитывая, что на сегодняшний день зарегистрировано в России 668 с небольшим тысяч беременных женщин. Конечно, это вот на это количество, это такая капля в море, но работа в этом направлении проводится. На сегодняшний день уже получены убедительные совершенно научные данные и не только в Российской Федерации. Это же проблема во всем мире. О том, что беременных прививать нужно, конечно, в идеале, если женщина... То есть не можно, а нужно, да? Вот такая категория уже здесь. А беременные относятся к группе риска для, ну, опять же, как я говорила, неблагоприятных исходов, по неблагоприятным исходам. Кстати, эта статистика появилась тоже уже в этом году. Ну, понятно, пандемии еще двух лет нет, да, то есть почти два года, так скажем. Вот. И есть такие данные. Вот я когда готовилась к записи, естественно, я посмотрела научные различные источники, да, посмотрела цифры. И есть исследование в этом году, это большой метаанализ. Ну, в научном мире слово метаанализ говорит о качественном исследовании, да, то есть это большая выборка. В частности, взяли порядка 10 тысяч беременных женщин и 12 с небольшим тысяч небеременных женщин, заболевших ковидом. И статистика, к сожалению, такова, что смертность среди беременных составила чуть больше 11%, 11,3%, тогда как смертность среди небеременных женщин составила 6,4%. То есть совершенно четко показано, что смертность в группе беременных, да, она выше. Это и понятно, механизм развития осложнений, он понятен, потому что беременность, она хоть и физиологическое состояние, но это то состояние, которое способствует ослаблению иммунитета. Собственно, ослабление иммунитета, оно заложено в основе вообще продолжения беременности. Ну, так положено, потому что, если так поглубже уже в это внедряться, то плод фактически наполовину чужероден материнскому организму, потому что половину генетического материала он имеет отцовского, это совершенно чужеродный генетический материал. Для того, чтобы организм, как биологическая система, его не отторг, включаются механизмы в нашей иммунной системе, которые защищают эту беременность. Ну, и механизмы эти, они, ну, если так совсем просто сказать, они, конечно, связаны именно с ослаблением иммунной защиты беременной женщины. Очень много все равно на сегодняшний день существует мнений, в том числе и у беременных женщин, да, которые противоречат как раз всем исследованиям ученых-медиков. Потому что мы, да, к сожалению, вы верно отметили, мы очень часто получаем информацию из разных источников, сейчас их много, поэтому мы все считаем себя очень продвинутыми, да, вот модное слово, как раз оно очень сильно характеризует эту ситуацию, больше ее никак не назовешь. Потому что когда врачи рекомендуют, а мы вдруг начинаем спорить и, вот, например, принимать какие-то, предпринимать какие-то действия. Я слышала от беременных, что во время вакцинации они, необходимо это делать, и они пьют противовирусные препараты. Вот каково мнение по этому поводу, насколько это? Противовирусные препараты – это лекарственное средство. Совершенно, я думаю, что должна быть однозначная позиция в обществе, что применение лекарственных средств допускается только по назначению врача-специалиста. Для профилактики лекарственные препараты практически не применяются. Я думаю, что надо поподробнее вообще поговорить о профилактике. Основные меры вообще профилактики, направленные на предупреждение распространения инфекции, вирусной именно инфекции, у которой имеется воздушно-капельный путь передачи, контактный, что, собственно, мы и видим с новой коронавирусной инфекцией. Это, ну, так скажем, два больших таких блока мероприятий. Вот первый блок – это так называемая неспецифическая профилактика. Там тоже три основных группы. Значит, первая группа мероприятий из неспецифических – это воздействие на источник, на источник инфекции. Источник инфекции – это больной человек. Ну, или человек, вот, как говорят, когда наиболее опасен человек, именно, который заболел новой коронавирусной инфекцией. Это в последние дни инкубационного периода и в первые дни болезни. Что нужно сделать с больным человеком? Ну, прежде всего, его нужно изолировать, да, для того, чтобы он далее не распространял эту инфекцию. Ну, и, конечно же, своевременно его начать лечить. То есть это основные мероприятия вот в этой части. Далее, нам необходимо, конечно же, провести мероприятия, которые будут воздействовать на механизм передачи инфекции. В случае с новой коронавирусной, еще раз повторюсь, это воздушно-капельный путь, это воздушно-пылевой и контактный. Соответственно, ношение масок, соблюдение дистанции не менее двух метров. Ну, и самые примитивные гигиены. Да, гигиенические мероприятия и дезинфекция, значит, мест пребывания, больных и так далее. Третья группа мер в части неспецифической профилактики. Вот это воздействие на восприимчивый контингент. Ну, восприимчивый контингент, по сути, мы все с вами. Среди этого контингента есть группы риска, которые наиболее восприимчивы. Да, так считается. Ну, к нему мы относим беременных, к ним мы относим людей старшего возраста. Да, старшей возрастной группы, людей, имеющих различные хронические заболевания. То есть, как бы этот контингент, он определен. Какие возможны там мероприятия? Так как вирус имеет воздушно-капельный путь передачи, естественно, он попадает в наш организм преимущественно через слизистые. Значит, рекомендуется орошать слизистые ротоносоглотки раствором натрия хлорида, физиологическим раствором. Для того, чтобы просто смывать этот вирус, чтобы он длительно не находился на слизистой и не мог проникнуть уже в ткань и дальше вызвать все в организм. Значит, далее это, естественно, информирование этого контингента о том, что при малейших признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью. И тут он уже переходит как бы в первую группу мер, о которой мы говорили, что инфицированный человек. Изолируется. Его нужно изолировать и лечить своевременно. Ну и рекомендуется в этой группе мер применение лекарственных средств с так называемыми барьерными функциями. Совершенно четко имеются рекомендации именно для беременных женщин в части профилактики новой коронавирусной инфекции. Эти рекомендации у нас на сегодняшний день прописаны. Они издаются Министерством здравоохранения Российской Федерации. Они обновляются регулярно в зависимости от появления новых данных. И там четко указано на то, что именно беременные женщины должны для профилактики использовать исключительно назальные формы рекомендаторного интерферона альфа. Это то есть то, что мы в нос спрыскаем? Капельки или спрей. Из наиболее известных это капли гриппферон. Могут быть его аналоги. И ими можно регулярно пользоваться в такие пики заболеваемости? Совершенно верно. Наряду с промыванием слизистых, перед тем, как идти куда-то в общественное место, так скажем, то есть перед тем, как беременная пойдет в ту же женскую консультацию, в магазин, рекомендуется предварительно закапать в каждый носовой ход по капельке и пользоваться этим действительно регулярно. Ну и сейчас мы как раз коснемся такой основной, наверное, темы нашего разговора. Второй блок вот таких мероприятий, которые предотвращают распространение инфекции, это специфическая профилактика. Ну специфическая профилактика это что? Это иммунизация населения посредством вакцинации. Какой-то специфической вакциной, которая создается для конкретной инфекции. В Хакасе имеем четыре вида. Да. Следует оговориться сразу, что беременным только один рекомендован из этих четырех. Это ГАМ-КОВИД-ВАК, двухкомпонентная вакцина или спутник ВИИ. То есть совершенно четко на сегодняшний день показана именно она. Имеется к ней инструкция к применению. Она совершенно недавно была обновлена, опять же, Министерством здравоохранения. И там совершенно четко обозначены показания, противопоказания. Оговорены вопросы применения данной вакцины у беременных и кормящих матерей. В республике Хакасе 90 женщин на сегодняшний день у нас вакцинированы. Уже получили прививку. Во время беременности данной рекомендованной вакциной. По имеющимся на сегодняшний день данным, никаких пока осложнений беременности у этих женщин не возникло. И надо сказать, что отсутствуют в мировой научной литературе и статистике какие-то убедительные данные, которые говорили бы и свидетельствовали о том, что вакцинация беременной женщины каким-то образом ухудшает исходы беременности, либо же ухудшает исходы для плода. То есть таких данных убедительных на сегодняшний день нет. А вот данные о смертности, повышенной в группе беременных женщин больных ковидом, они имеются. И, наверное, это очень важно. И все-таки вот об этом нужно думать и подумать о том, что нужно защитить и себя, и своего ребенка будущего. И прислушиваться к советам специалистов, имеющих соответствующее образование, подготовку, компетенции и опыт. И на сегодняшний день мы рекомендуем настоятельно женщинам в сроках беременности свыше 22 недель, мы рекомендуем вакцинацию, особенно в группе риска. В группе риска, повторюсь, сами по себе беременные, но внутри беременных есть еще группа риска, она совершенно четко выделена. Как раз по неблагоприятным исходам, по тяжелому течению этого заболевания. Это беременные, имеющие различную соматическую патологию, заболевания легких, сердца, печени, почек. А также это беременные, которые имеют, в простонародье называется ожирением, повышенный индекс массы тела. Наталья Валентиновна, я очень рассчитываю на то, что сегодня к вашим советам прислушаются наши телезрители и посоветуют своим друзьям, близким, те, кто в таком счастливом положении сегодня находятся и ожидают прибавления в семейство, и все у нас будет хорошо, победим мы эту пандемию. Вам большое спасибо, всего доброго. Благодарю. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС. Редактор субтитров А.Семкин